МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Шаповал 9 лет работает разливщиком стали на медкомбинате имени Ильича. Говорит, смена проходила как обычно. Ковш с расплавленным металлом оборвался внезапно. Я услышал, как что-то скрипит, как ломается, как металл как-то гнется. А потом зарево увидел и все, уже кричу, убегайте. Ковш просто-напросто упал на пол. Полный ковш, 150 тонн жидкого металла, упал просто на пол. Мать Александра до сих пор не оправилась от шока, говорит сын. Родился в рубашке. По словам медиков, у парня только незначительные ожоги. То есть не металл, там горячий воздух и, скажем так, пламя опалило, может быть, просто на расстоянии. Недели три максимум он будет на больничном. А вот два напарника Александра просто сгорели в расплавленном металле. Пожарным понадобилось пять часов, чтобы остудить сталь. Она растеклась по полу на более чем 200 квадратных метров. Для того, чтобы не было распространения огня, то есть мы по краям охлаждали, чтобы эта сталь не растекалась на большую квадратуру. Обрыв ковша – беспрецедентный случай, говорят в Госгруппромнадзоре. До судебного расследования они проводят по статье «Нарушение правил безопасности». Но, говорят, не исключено, что причиной ЧП стало бракованное оборудование российского «Уралмаша». Так выглядела машина непрерывного литья заготовок до аварии. Ковш опрокинулся из-за обрыва балки 10-сантиметровой толщины. Агрегат установили на заводе почти 20 лет назад. Мы вызвали специалистов «Уралмаша» для того, чтобы совместно с ними из Государственной комиссии установить причины механического разрушения балки, траверсы, стали разливочного ковша. Социальные выплаты семьям погибших руководство медкомбината пообещало выдать в ближайшие дни. До выяснения причин аварии работы по разливке стали на заводе частично прекращены. Кроме аварийной машины пришлось остановить еще и соседний агрегат на профилактику. Но в отпуск металлургов отправлять не будут. Все сотрудники цеха заняты на восстановлении линии. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин. Подробности телеканал Интер. Донецкая область.